Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы продолжаем с вами играть в Death Stranding. Напоминаю вам, что каждый выпуск может оказаться последним. Вот прям каждый. Вот этот выпуск может даже на полпути оборваться, и всё, и больше не будет. Поэтому берегите, цените, пока есть. Короче, друзья, я некоторое время не выпускал ролики. Всё дело в том, что у меня адская болезнь, дебильная, знаете, такая, что... Горло болит, и насморк, и мышцы ноют, и, короче, я не могу никак выздороветь. Но сегодня стало вот к вечеру полегче чуть-чуть, и поэтому я вот вновь записываю видос. Короче, из-за чего я заболел? У нас с Максом очень крутой проект назревает вместе, совместный. Лучшие друзья, короче. Если вы старичок, то вы шарите, что такое лучшие друзья. Если вы новенький, то следите за новостями. У меня, у Макса, и, в общем, будет инфа для вас. Вы поймете, что это такое. И вот на съёмках я немножко промёрз и простудился. Вот, тогда из-за этого вся эта фигня происходит. Вот, но сейчас я потихоньку, как я уже сказал, прихожу в норму. И готов вас радовать своими прекрасными прохождениями. Кривыми прохождениями по Death Stranding и другим играм. Вот, а ещё обязательно зацените канал Макса. Зайдите туда, потому что мы с ним записали несколько выпусков вместе. Сто пятьсот. И я появляюсь там. Первый выпуск уже вышел. Вы можете уже сейчас его посмотреть. И искать меня там. И есть второй выпуск, который вот-вот должен выйти. Тоже следите за новостями и за обновлениями. Короче, подписывайтесь на сто пятьсот, если вы не подписаны. Потому что очень много всего интересного грядёт. Я сказал всё, а теперь играем. Как вы поняли, прохождение этой игры не обойдётся без монтажа. А сколько бывают моменты, которые либо повторяются, либо, ну, ничего не происходит интересного. И мне не хочется, как какой-нибудь комментатор футбольного матча, просто заполнять тишину. Ой-ой-ой, Сэми, 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 Сэми. И я в такие моменты просто расслабляюсь и экономлю свои ресурсы. А теперь нам нужно что сделать? Подключить портовый узел к хиральной сети и получить новый заказ для Сэма. Щит. Ещё раз. Получить заказ для Сэма в столичном узле. И, кстати говоря, если я не ошибаюсь, у нас есть... Стоп-стоп-стоп-стоп. Наши заказы. У нас там есть заказ, который максимально 30 минут, и нам нельзя мочить. А мы уже просрали полторы минуты. Короче, нам нужно срочно в столичный узел. И там мы должны будем получить ещё какой-то заказ. Я честно, друзья, я честно не понял, как использовать транспорт. Я знаю, что мне нет прощения. Возможно, я просто что-то прослушал. Но я бегу. Я бегу домой. В столичный узел. Давай, Сэм. Забей на всё. Опси-допси. Кажется, у нас дождик пошёл. Оно мне надо вообще? Оно мне вообще не надо. И, кстати, мы не сделали. Мы не проложили маршрут. А оно мне, в принципе, тоже и не надо. Почтовый ящик мулов. В жопу мулов. Короче, мы просто вот здесь пройдём. Тупо идём. Да, я думаю, всё окей будет. Ты капюшон наделся? Молодец. Очень непрактично, конечно, всё это. Мне, кажется, нужно было делать полностью закрытый капюшон. Как шлем. Чтобы было такое, знаете, стекляшечка опускалась. И полностью изолирована. Потому что наверняка вот ты вот машешь ручками своими кулачёчками. И от них вода брызгивает прям тебе на морду. И у тебя местами... Нет, груз. Пошёл ты знаешь куда. Тебе меня не заманить. Опа. Какие-то аномалии гравитационные происходят. Побежал, побежал, давай. Чё, я что, перегружен, что ли? Не понимаю. Что за... А, всё, дождик прошёл. Хо-хо. Кстати говоря... Простите, на секундочку я должен посмотреть. Где мои грузы? Мои грузы. Криптобиоты, всё, всё на мне. 30 кг весят эти маленькие штучки. О, кто-то там лыбу поставил. Мне кажется, он писал там. И поэтому ему смешно. Слишком далеко до груза утерянный груз, медицинский набор. Да я... Я болт на всё это. Я бегу! Меня же здесь не угрожают никакие твари, да? Нет, конечно. Утерянный... Ой, очень, слушайте. Чё за курьеры вообще? Чё за курьеры повсюду? Посмотрите, как много груза валяется. Как вы работаете, ребят? Давай, Сэм, ну ускоряйся. По тропиночке, по тропиночке. Вот будет угарно, если как-то можно было простым способом зарядить мотоцикл и просто проехать всю эту дорогу. Но Евгений не ищет лёгких путей. У нас самая лучшая курьерская доставка. Мы всё делаем лампово. Лампово и... Смотрите, кто тут наследил? Это, походу, всё я. Мы делаем всё олдскульным методом. Ручная работа, понимаете? Мне кажется, вот эти вот все подсказочки, которые вот вскакивают справа, они нафиг не нужны. Чё ты остановился, Сэм? Я тебе не говорил останавливаться. Ну, беги, тварь. Давай, ускоряйся. Мне кажется, они не нужны, потому что, как по мне, игра была бы гораздо интересней и дольше, если бы нам вообще не подсказывали. И мы бы всё на своём опыте познавали. Тогда было бы, знаете, что прикольно? Если бы игра была сделана таким образом, что мы только-только впервые решили стать курьером, а не являлись бы курьером уже с самого начала. То есть, курьер без опыта. И тогда бы нам объясняли. Короче, Сэм, берёшь ящик, кладёшь её на спину. Без подсказок, а просто чисто как инструктаж. Мать, мать, мать! Криптобиоты! Они в порядке, я уверен. Парочка сдохла, но ничего. Главное не мочить. Правильно ведь? Заказы. Окей, пять минут бежим. Всё ещё нормально. Детали. Короче, просто не мочить, это самое важное. Давай, пошёл, 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 пошёл. Всё, забить. Беги, Сэм. Металл. Кал. Попа его. Ай, блин. Вот, сразу побежал. Испугался, да? Здесь у нас будет сканировать. Ну ничего, здесь есть трава высокая. Кто где? Кто где? Откуда? Блин, из травы! Из травы! Блин, напнуть! Ты из травы. Я думал, только игрок должен прятаться в высокой траве. Ты же не игрок совсем. Как ты смеешь? Якорный крюк моего... Ой, какого фига? Так. Да, блин! Мой якорный крюк. Никак не могу себе на спину положить. Да я сейчас тебя на спину завалю, понял? Ой, там электрошок. А вы специально сделали свой сканер красным, чтобы пугать меня? Всё? Я взял? Я взял, окей. Там что-то слева. А, чувак мочит ножки свои. Пофигу на него. Убежали. Офигеть. Это... Я никогда в жизни такого не видел. Это первый раз в играх у меня такое. Ух ты, ещё двое. Опа! Кажется, кто-то поднял тревогу. Первый раз в жизни я вижу, чтобы в игре... Места, которые предназначены для игрока, чтобы спрятаться, использует сам враг. Так, хорошо, присели. Всё. Ты потерял меня. Он не потерял меня. Но он потеряет кое-что другое. Свою жизнь. Слушайте, он какой-то... Ты чё, молодец, что ли? Ладно, я пошёл. Что это? Вставай, Сэм! Вставай, Сэм! Они не могут противостоять тебе. Слушайте, как... Ремонтный спрей в жопу его. Бежали, наоборот. Баба, с воздуха были легче. Ребят, ну у меня доставка. Ну у меня доставка. Вот так сделаем. Ах ты, скотина! Всё, ты меня достал. Слушай, как... Как тебя? Как с тобой вообще бороться? Вы чё, охренели, что ли? Всё, встаём, Сэм. Сэм! Секунду. Простите. А мне ещё криптобиотов нет? Я ни одного криптобиота не собрал. Подсрачник. Всё, ребят, кажется, меня... Меня долбят. Они заберут мой груз. Давай, Сэм, ты должен дать отпор. Отпор, разок, да... Да чё за нафиг? Всё, спать. Я склонился перед тобой. Ладно. Вы потеряли... Стой. Ребята. Ведь в прошлой серии я помню, как я их легко уделал. Все грузы были украдены. Я сейчас буду гол, как сокол. Хоть гордость мою не украли, надеюсь. А, нет, стащили. Я её не чувствую. Она была здесь и весила килограмм двадцать. Ладно, хоть раз за игру меня должны были ограбить мулы. Я не понимаю, почему я не мог их выбить. Какой он такой крутой. Опа. Так, посмотрю, что у нас есть. Прошедшее время. Оу. Типа мы полчаса спали. И, ну, а смысл этих криптобиотов, вот этого заказа, если он уже просран? Ну, может быть, хотя бы просто скажут. Ну, спасибо. Как минимум, я их не намочил. Вон они бегут. А, идиоты. А я внизу. Ой, я наверху точнее. Я очень скрытный. Окей. Сто пятьдесят метров. Интересно, видит меня? Он упал с обрыва. Он просто взял и упал с обрыва. Кажется, он умер. А вот лагерь. С этими надо быть поосторожнее. Их здесь гораздо больше. Вон один стоит, сыт, с обрыва, прям вниз. Кстати, хорош. Оу. Надо будет это сделать. Ну-ка. Высокая трава. Нам сюда. Что, реально, что ли? Вы что, угораете, что ли? Быстро в траву. Скрыться. Скрыться. Меня здесь нет. Он не может меня видеть. Я в траве высокой. Я, блин, в очень высокой траве. Тихо, 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 тихо. Да он, блин, меня видит. Хорошо. Этого он не видит. Слушай, как же быть-то? Мне надо как-то сзади напасть. Воу. Воу. Криптобиот. Взять. Ладненько. Они швыряются своими копьями. Бороться с ними не имеет никакого, блин, смысла. Ау. Ремонтный спрей. Фигня. Ау. Где мой грёбаный заказ? Секретные документы. Ремонтный спрей. Ну всё как-то тут лежит. Ладно. Что делать? Что, блин, делать? Напнуть. Есть. Есть. Хорошо. 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 Вот так. Отлично, Сэм. Ты уделал его. Да? Ах, меня пырнули. Пырнули током. Это моя нелюбимая. Побежали. Всё, я решил, короче, для себя, как мужчина, что я вынесу этот лагерь прямо сейчас. Ага, значит, свои копья кидаете, да? Оп. Оп. Да как мне увернуться? Понятно. Бегом. Густую траву. Ах. Чёрт, какие они умные здесь. Здесь искусственный интеллект гораздо выше моего. Я не знаю, что с этим делать. Блин. Я как будто бегу от племени идейского. А-а-а. Всё, сейчас будет мне смерть. Погибель. Так. Доберись. Почему? Я же взял криптобиота. Спасибо, что подождали, пока я встану. Сволочи. О-о-о. Всё, я скрылся. 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 Окей. Окей, хорошо. Умница, Сэм. Чем я занимаюсь? Оно мне вообще надо? Не, ну я уже решил, что я должен вынести этот лагерь. Значит, я его вынесу. Вот он. Вот она, первая жертва моя. Спалил, да? Ладно. Round one. Fight. Да блин, куда ж ты бьёшь? Ты тупой, Сэм. Есть. Хорошо, хорошо. Хорошо. Он устанет блокировать. Рано или поздно он устанет блокировать. Сэм. Бей на износ. На износ. Хорошо. А теперь убегай. Теперь убегай. Убегай, убегай, убегай. Уху-ху-ху. Охреть. Вот это экстренный резкий спуск был. Слушайте, они коцают вообще хорошо. А! Вот это называется паника. Молодец. Потемнело в глазах. Но ничего. Нам нужно за камешек вот сюда. Всё. Прячемся. Ага. Всё, мы восстановили себя. Они, смотрите, ползком. Они гуськом в горку идут. Как вы это делаете? Ай, молодцы. Кто-нибудь остался здесь? На смерть. Нет? Никто не остался. Я принципиальный человек. Даже если я делаю что-то нелепое, я делаю всё это из принципа. Я сказал, что я грохну всё им смерть. У каждого свой Сэм. Мой Сэм упрямый баран. Ага. Так вот бывает неловко. Так нелепо нас на месть не идут, Сэм. Давай. Ползи, 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 ползи. Балансировать, да в жопу балансировать. Никаких балансов. Да чёрт. Скользкая трава. Я весь лагерь этот обчищу. Весь чёртов лагерь. Там чё, диджей что ли стоит? Что это за сэмплы играются? У меня есть подозрение, что он видит лестницу, торчащую из-за камня. Но я надеюсь, что это не так. Это так. Ладно, бегом. Attack the enemy. Attack the enemy. Давай. Хоп. Хорошо, со спины. Подсрачник. Есть. Ха-ха-ха-ха-ха. Скрыться в траве. Да беги, Сэм, твою мать. Оп-хоп-хоп-хоп. И достанешь меня. Криптобиоты. Есть. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Напнуть. Есть. Хорошо. Какие ушёлкие удары. Давай. Он сейчас устанет. Есть. Просто в электричество его... А, я сам попал. Но ничего. Ему тоже досталось. Хорошо, ребят. Кто следующий? Кто следующий? Да. Кто следующий, тот киньте в меня, блин, электрическое копьё. Забирайся. Всё, я на горке. Я на горке. Это как салки ножки на весу. Парни, парни, я сейчас умру. Умру. Давай. С горки. С горки. Балансируем. Балансируем. Молодца. Нет. Не бегим. Не бегим. Ты здесь один? Тогда у меня есть к тебе разговор. Есть. Хорошо. Who's next? Есть. Давай, давай. Ха-ха-ха. Сейчас мы убьём. Сейчас мы убьём. Так, уворачивайся. Уворачивайся. Ну ладно, ничего, ничего, ничего. Это не больно. Это не больно. Просто немного неприятно. Есть. Да я тебя сейчас как... Да ты не сможешь вечно так делать. Да ты не сможешь делать это четыре раза. Да ты не сможешь делать это пятый раз. Сейчас я сказал, что шестой раз точно седьмой раз твоя смерть. Ну, может быть, всё-таки восьмой? Я не знаю. Может быть, просто попробуем поговорить, а? Просто поговорим. Слушай, ты что, какой-то вожак? Слушайте, он вожак. Его ничем не возьмёшь. Пожалуй, я убегу. Но это всего лишь отвлекающий манёвр. Просто ещё один удар и всё. Оп. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Удар. Да, пожалуйста. Да как ты всё время блокируешь? Да почему всё время... Нет. Чё ты упал? У меня же полное здоровье. Игра. Потеряли сознание. Ну, видимо, перенапряглись. Итого, 20 минут мы с вами занимаемся непоятно чем. Но мне весело. И да, я знаю, вы такие, жилёк, действуй тихо, аккуратно, но я говорю, я ворвусь как, поймите, я вырос в 90-х, а в 90-х я смотрел лишь фильмы боевики, где чувак просто врывался на завод, не знаю, не важно куда, в лагерь врагов, и просто всех один решетил, как мог, а мог он хорошо, и я могу хорошо, раз он мог. Так, взять кучу, кучу криптобиотов, всё, у нас получено, и я хочу быть таким же, я хочу просто врываться и устраивать расколбас, так, я вижу, раз, один чувак, давайте попробуем проникнуть всё-таки в лагерь и устроить ему засаду. Раз, два, я вижу уже двоих. Слушайте, кажется, они не респаунятся, мы весь сейчас лагерь зачистим. Нет, нет, ты меня не видишь, ты не видишь лестницу, которая ходит, ты просто объелся грибов, ты просто объелся грибов. Ага, давай, всё верно, не поднимать тревогу, смолы, брать. Ну кто, кто, раз, два, оп, их двое здесь. Четыре. И четверо. По-моему. Да, четверо. Но мы в траве. Мы в траве, нас не видно. Нет, нет. Всё, вот да, сложили. Отлично. Вот теперь я сложил. А, нет, я не сложил, всё так же. Слушайте, они здесь умные. Кусты здесь вообще ничего не дают. Хорошо, раз, два, смерть. Не иди туда, не иди туда. С-с-с, сбил с меня мой груз. Хорошо, всё, этот под... Срачник был хорош. Это главное, это босс, это босс. Вот он всегда блокирует удары. Что же делать с ним? Я должен научиться сражаться с ним. Это важно, чтобы в дальнейшем... А-а-а. Может быть, я могу взять это копьё? Я не могу взять это копьё. Слушайте, вы должны учиться у своего вожака уворачиваться от ударов, потому что... Посмотрите, как я вас легко убиваю всех. Всё, всё, всё. Всё, всё, бегом. Бегом, 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 бегом. Ты, благо, ботинки новые делал. Слушайте, от него просто так не убежишь. Чёрт меня дери. Чёрт меня дери. Бегаем по лагерю, наследим сейчас здесь. Ха-ха-ха. Нифига себе. Где он? Присели. Ещё один? Уп. Тебя сюда не звали. Да что за... Хорошо. Остался один. Остался всего лишь он. Но я убегаю от него. В принципе, весь лагерь уже всё, зачищен. Остался только вот с этим в кошки-мышки немножко поиграть. Окей, где он? Вон он. Ходячая лестница. Тихо. Можем забраться наверх? Нет, к сожалению. Всё. Тише. Тише, тише. Нам нужно подкрасться сзади. Он что-то там присел. Чё он там присел? Чё он там делает? Он груз весь собирает? Или он подним... Он поднимает своего друга. Как он меня увидел? Ну как ты меня... Как ты ж меня увидел? Чё, я же не понимаю. Хорошо. Ну вот я могу взять... А-а-а. Уклони от рукопашных. А, вот, всё это время. Вот так уклоняться от рукопашных? Бьём. Уклоняйся. Молодец. Ты такой смешный. Уклонили. Хорошо. Попробуем ещё раз. Сейчас я попробую уклониться. Он не такой глупый. Оп. Давай. И напал. Давай. Есть. 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 О, наконец-то. Ребят, вот это по-настоящему чувствуется как награда. Что ж, мы возьмём ботинки мулов. Итого, я весь выпуск потратил на это. Но ничего. Лестница у меня всего одна. Давайте возьмём ещё одну. Вот его. Я взял твою лестницу. Ты говна кусок. А теперь давайте... Что это? Просто... Он спит, типа? Хорошо. Нужно взять один ремонтный спрей. И... Чё-нибудь ещё. Дождь пошёл. Вот, отстой. Всякий... Давайте ещё один ремонтный спрей возьмём. И почему бы не взломать их вонючий почтовый ящик? Кстати, вот и криптобиоты здесь валяются, да? Да! Наконец-таки. Хорошо. Давайте всё, 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 всё. Ботинки Бриджеса. И ремонтный спрей. И металлы. Не знаю, что ещё можно. Ботинки Мултан. Не пофига. Все эти смолы уничтожены. Хорошо. И... Это всё мы... Нести на спине. Авторазмещение груза. Укладка будет оптимизирована. Да. Вот. Подтверждаю. Настоящий курьер, преданный своему делу. Я достану крипто... О! Помойка интересная, прикольная. Тихо, тихо, тихо. Мы можем залезть в эту помойку. А, мы можем залезть на эту помойку. Нет, нам это не надо. Побежали. Смотри, сколько ботинок у нас. Криптобиоты. Стоп. Я взял. Настоящий... Вот. Курьер от души. От сердца прям. Вот кому, как не мне, доверять грузы. Даже если меня два раза... И забьют мулы. Я всё равно вернусь. И всё равно доведу до конца. Задуманное. Перебор. Нет, не перебор. Сэм, зачем ты меня дискредитируешь, а? Я тут вообще-то понтуюсь перед ребятами. Вы именно это должны получать от моих летсплеев. Не какой-нибудь там мастерский летсплей, который, знаете, быстрее всех пройти игру, заспидранить. Нет. Я всегда спускаюсь в самую глубь истории. В самую глубь сюжета. В самую глубь символизма. И на своём примере показываю, что всё возможно. Любая цель может быть достигнута. Пусть даже самая идиотская. Но именно самые идиотские цели двигали людей в протяжении всей нашей истории. Вы думаете, когда Галилея Галилея предположил, что Земля круглая, ему не сказали, что он идиот? Надеюсь, именно это... Ведь он же это, да, предложил? По-моему, он. Я боюсь сейчас тупым показаться. Но вроде это он был. Ну ладно, неважно. Знаете, что я думаю? Вы что думаете? Тупый сказал круто. Что я думаю насчёт этой игры? Я тут подсмотрел на одном летспле-канале стримы, проводятся по этой игре. Именно вот как стрим. И я говорю вам, что я не люблю стримы. Но, с одной стороны, по сути, эта игра очень располагает. Поскольку она долгая, есть о чём поболтать. И прикольно было бы как раз-таки видеть фидбэк сразу. То есть, несмотря на то, что я не люблю стримы, вот именно эта игра почему-то кажется реально интересной. Была бы для вот такого формата. Что вы думаете? Организовать такую историю или нет? В общем, ваши комментарии все я учту. Пишите обязательно. Мы уже почти вот-вот добрались до нашего крюка. Изи Уэй Аут. О, песенка. Вон он. Нет, стоп, нет. Якорный крюк, он здесь. А, значит, я всё правильно иду. Вот сюда. Вот сейчас тут же мне сразу обрубят монетизацию. Молодцы какие. Спасибо огромное. А, кстати, а я вообще могу забраться до этого крюка? Мне кажется, вот здесь можно. Да, нормально. Вот, хорошо. Ай, молодец. Как горный козёл прыгаешь. Умницы. Нет такой горы, на которую бы я не забрался. Чё ты делаешь? Залезь. Хорошо, 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 хорошо. Забавно, что у меня только одну группу на весь саундтрек позвали. У них ещё, получается, все песни такие. И знаете, один из таких альбомов, получается... Одна из таких групп... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Которая... Вот весь альбом можно просто воспринимать, как одна песня, нарезанная на кучу треков. Сейчас я попробую здесь забраться. Мне кажется, я могу. Контейнер разрушен. Тереный груз, медицинский прибор... Ой, блин, разрушен? Твою мать. То есть мне всё-таки надо их чинить. Давайте попробуем. Я никогда не делал этого выбрать. Использовать ремонтный спрей. А чё это я? Направить назад. Направил тоже мне. Хорошо? Хорошо. Хорошо, вот так получилось у меня. Где этот чёртов якорный крюк? Уж давно должен был быть. Ну-ка, смотрим. Ой. Надо было чуть-чуть левее. Окей, давайте левее так левее. Ой, мама. Ой, мама. Ой, мама. Ой, мама. Тормози, тормози, тормози. Вот сюда. Осторожно. Ну? Погодите. Теперь где я нахожусь? Как-то непонятно всё это. Погодите. Я же, получается, сам забрался. Я сам перелез через гору. Слушай, ну не про ли я? Ну я же про. Смотрите, я могу спокойно сам просто пересекать любые местности, любые преграды. Мне не нужен какой-то там крюк. Вон та лестница, по которой я забирался, да? Пофигу идём. Я человек прямой. Вот мне показывает. Показывает, как идти. Я и иду. Строго попунктирую. Я выполняю инструкции досконально. Груз может быть передан другими курьерами. Я сказал, нет. Не надо мне это показывать. Вот, кажется, здесь будет страшно, да? А вообще, нет. Можно очень легко спуститься и не парить мозг. И зачем тратить хороший, драгоценный крюк? Когда можно просто вот так. Оп. Всё нормально. Тормози. Пожалуйста. Фу-ху-ху. Ой, мы на краю. Ну, какой ещё курьер сможет так, как я? Видали? Нет ничего невозможного, друзья. Медицинский набор. Берём. А, стой. Стой, Сэмик. Молодец. Хорошо. 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 Прыжок. Есть. Набросцы растений ещё можно взять. Да, я думаю, можно спокойно взять. Нормально. Сутью же мосты все просто везде понастроили. Опа. Я никогда не смотрел на столичный узел вот отсюда. С этой перспективы. Потому что я не видел вот этих разрушенных домов. Это прям реально город. Город. Руины города. Стрём. Давайте-ка, знаете чё? Возьмём этот ремонтный спрей. Направить назад. Фигач. Останавливаем. Останавливаем. Всё. Или ещё? О, всё. Он закончился. Ну, ладно. Я его всё равно положил. Он же... Возможно, их можно будет пополнять. Давай, не косись. Не косись. Хорошо, бежишь. О, стоп, стоп, стоп. Вот это самая опасная речка за всю игру. Короче, я понял. Мой косяк был с мулами в том, что... Я не ожидал, что будет босс. Вот этот вот босс, который все атаки блокирует, только если ему пендаль не ответить хорошего. Внезапного, желательно. Надо быть с ним поосторожней. И если эти мулы действительно такие умные, то им в следующий раз стоит одеть босса, как обычного мула. И тогда он совсем меня обдурит. Столичный узел, встречай меня! Одни килограммы, господи. Смотрите, этот город даже затоплен. Стремно, блин, очень стрёмно. А вон тот город, он, получается, живой? Дома не разрушены, стена стоит. Возможно, он живой. Зараза. Кто меня накинул заразой? Вот к чему это была зараза. Welcome! Окей. Стоп. Ну что ж, я выполнил заказ. Да. Прежде чем браться за новые задачи, сдай груз. Да, конечно, я понял. Доставка запрошенного груза. Криптобиоты кто-нибудь заказывал? Все требуемые грузы готовы до ставки. Хорошо. Можно как-то скипать это? Пропустить, вот. С возвращением с Эмбриджес. Всегда рад тебе. Угу. Спасибо за доставку. Ха-ха-ха. В чем дело? Ты о чем-то задумался? Или просто устал? Я думаю, что я не вовремя. Успел. И если мы сразу займемся криптобиотами, они будут в порядке. В смысле я успел? Я... Окей. За час 37. Получается, учитывается игровое время, а не реальное. Это, короче... Ладно. В общем, мне бы просто дали бы кучу новых бонусов, если бы я вдруг успел по-нормальному. А мне пофига, нормально и так успел. Они все равно могут заняться этими криптобиотами. Все, автопропуск, я тебя умоляю. Сэм, у меня кое-что для тебя есть. О, что? Кепка. Никт Истон решил выразить свою благодарность. Он подарил вам свою шляпу. Было бы забавно, если мы таки надеваем, а оттуда габно. Типа, ну, вы поняли. Ладно, счастливого пути. Тебе что-то изменилось. Но не могу понять, что именно. Я хвостик завязал. Клянусь, я не придумал. Сэм, я поражен. Ты объединил практически весь регион. Но чем дальше на запад, тем чаще тебе придется иметь дело с тварями. Мы всегда ищем новые, более долговременные решения. И мы знаем, что твоя кровь сильно действует на тварей. Я говорил тебе, что мама разрабатывает оружие на этой основе. Именно поэтому нам нужен способ производить кровь искусственно. Для этого нужны криптобиоты. Но, может, ты и сам уже понял. Если все пойдет по плану, нам, возможно, удастся переломить ситуацию. Но сначала нужно включить портовый узел в UCA. Заказ от Die Hardman ждет в терминале доставки. Окей. Сэм, мама сообщила мне, что создала оружие для борьбы с тварями. Сделанные ею прототипы в следующем грузе. Грузе, который нужно доставить в портовый узел. Портовый узел далеко от территории тварей. Но оружие пригодится, если твари подойдут к городу. Кроме того, люди смогут защищаться во время вымазок за пределы города. Кроме того, в поставке есть различные препараты, а также образцы спермы и яйцеклеток. Эти образцы необходимы для сохранения генетического разнообразия, так как были переданы людьми, живущими вне крупных городов. Благодаря тому, что Хиралия искажает время, мы сможем сохранить их так долго, как нужно. Когда груз будет обработан под ключи Кьюбит. После этого весь регион станет частью единой Хиральной сети. После этого ты отправишься в озерный узел. Поэтому мы включили в груз припасы и для его жителей. Конечно, чтобы попасть туда, тебе придется пересечь озеро. Подробности во втором заказе, который нужно будет взять. Это, несомненно, будет твой самый длинный маршрут. Не забудь взять все, что нужно. Хорошо. Хорошо, я понял. Давайте-ка доставим весь груз утерянный. Ага. Ой, стоп. Да, доставили. О, хорошо, что можно пропускать. Это так уныло. Все. Хопа-хопа-хопа-хопа-хопа. А теперь... Попа. Стоп, изготовить данное снаряжение. Стоп, секундочку. Что у нас есть с вами? У нас два ремонтных спрея, две лестницы. И якорный крюк, может быть, один сделать. Давайте сделаем два. Так, погрузить все. Оу. У нас лестница раз, да, и лестница два. Это все прикреплено к костюму. Металл еще есть. Еще есть якорный крюк. Ладно, все, в принципе, норм. Оставим так. Нам нужен ПХК. Давайте попробуем сделать еще один ПХК. Один. Угу. Все, и теперь авторазместим. Ну, а теперь давайте выполнять заказы. Заказы для Сэма. В жопу стандартные заказы, как я уже говорил. Оу май гад. Вот, посмотрите, как далеко нужно будет идти в портовый узел. Вот пакет для переливания с кровью, взятый у тебя. Если выбрать его, он сделает переливание крови. Пакет наполнен кровью Сэма. Если добавить его в экипировку, он будет постепенно восстанавливать ваши показатели крови путем ее переливания через браслет. При наличии нескольких пакетов, он автоматически используется один за другим. Оружие, использующее кровь, сначала берет ее из пакетов, а уж потом из тела Сэма. Пакет из крови можно хранить под сумках. Сэм, это наша первая попытка создать оружие для борьбы с тварями. Пришлось работать с тем, что есть, поэтому это фактически модифицированные гранаты. По крайней мере, так они должны действовать, но мы никогда их не испытывали. Кто знает, может тебе первому удастся убить тварь. Это будет что-то с чем-то. Но даже если они работают, помни, что их топливо твоя кровь. Не увлекайся, иначе у тебя начнется анемия. Стрём, я ходячий из завода по производству оружия. Итак, приготовить гранату L2, R2 бросить. Хорошо, я понял. Ну что? Сделаем две гранаты и сделаем два пакета. Нести на спине. Еще раз автораспределение. Фу-ху-ху-ху-ху-ху. Стоп, а че так много на себе я несу в итоге? 100 кг. Вы офигели? Вы офигели? Знаете, я думаю, что здесь есть смысл закончить этот видос и продолжить в следующем выпуске. Это путешествие всей нашей жизни будет сейчас, да? Ну, конечно же, не всей. Наверное, там будут еще и пожестче испытания. Но такой длинный путь нам предстоит с вами проделать. Что вы думаете насчет стримов? Как я уже спросил в середине видео, я решил еще раз поднять этот вопрос. Чтобы вы сказали, что вы на этот счет думаете. Скорее всего, вы напишите, да, давайте кучу стримов и так далее. Я именно сделаю просто стримы без всяких этих, знаете, не хочу донаты всякие ставить и так далее. Просто, если мне удастся, я, короче, никогда не делал стримов. Я не знаю, как это делается. И делаю это не как, знаете, не как задел на будущее, что я все время буду тебе стримить. Нет. Это скорее исключение. В порядке исключения вот к этой игре. Хотя, не знаю, может быть, вот потом что-то мне еще захочется сделать. Короче, такой вот маленький спонтанный высер от меня. Огромное всем спасибо, ребят, что смотрели. Увидимся с вами в следующем эпизоде. Не уверен, что стримом он уже будет. Скорее всего, будет обычный эпизод. Я буду потихонечку налаживать все эти технические вопросы. Буду смотреть, как это все работает. И со временем, если вы будете прям очень за, попробуем сделать один хотя бы видос такой. Короче, а сейчас пока прощаемся. С вами был Юджин. Ставьте лайки, комментарии, подписки и так далее. Я все это приветствую. Ну и прежде чем это видео просто выключится, и вы начнете смотреть другое мое видео, любое классное, они все классные, мы дадим друг другу петюлю. Вы готовы? Раз, два, три и пять!